Антон Лаврентьев в банк пришел с небольшим мешочком мелочи. Внутри 50 и 10 копеечные монеты, плюс рублевые и двухрублевые. Забрал где-то мешок, ну накопилось, где-то на сдачу собирал банку, так потихоньку накопил за год. По прикидкам Антона, насобирал он не больше сотни. Всю мелочь высыпают в специальный автомат. Сумма рассчитывается автоматически, а мелочь сортируют по номиналу. Как итог, Антон Лаврентьев насобирал. Обменять тяжелый груз монет на легковесные купюры можно в рамках акции «Монетная неделя». В эти дни мелочь меняют без комиссии. А итоговую сумму можно получить как наличным, так и безналичным расчетом. То есть сразу на счет. В рамках акции рязанцы могут принести монету в офисы банков-участников. Заранее желательно ее разложить, чтобы эту операцию провести гораздо быстрее. Обменять можно либо на банкноты, либо положить на счет. Условия участников банка можно узнать будет в каждом офисе, обратившемуся для обмена. Монеты можно принимать как окисленную, погнутую, поцарапанную, потемневшую. Самое главное при себе иметь паспорт. Основная задача «Монетной недели» – вернуть в оборот монеты, которые осели в копилках россиян. В обращении сейчас больше 72 миллиардов монет. Это в среднем по 500 штук на одного жителя страны. Проблема в том, что большая часть этих монет не используется. Как результат, страдает точность расчетов. На чеканку новых монет тратятся дополнительные средства. Условия акции в каждом банке могут отличаться. Например, в некоторых могут предлагать сувениры или памятные монеты. Конкретные условия можно уточнить на сайте монетнонеделя.рф. В прошлом году во время акции «Монетная неделя» жители Рязанской области сдали в банк 170,5 тысяч монет.